всем привет друзья с вами канал копилка садовых советов и сегодня друзья продолжаю тему инжиров в предыдущих видео я показывал как я высаживал свои трехлетние инжиры скадок в открытый грунт они были немного подгоревшие в общем сложности не в идеале ну на данный момент они хорошо отошли в открытом грунте привыкли можно сказать так как новая листва выросла уже довольно зеленая красивая и также уже по созревали плоды и сейчас друзья хочу сделать небольшой обзорчик потом какие плоды кто вырастил а именно три сорта моих и вот сегодня сделаю небольшой обзор потом какие они на вкус и как они и когда созревают так друзья первый сорт о котором я хотел бы рассказать это инжир брунсвик это довольно неплохой сорт у него довольно крупные размеры плодов и кстати друзья набирают сахар он несмотря на то что размеры большие довольно классно на данный момент вот на сегодняшние 12 августа уже полностью вызрели плоды и причем он созревают не по одному там не растягивает срока вот именно созревают сразу все плоды конечно же друзья так как они проснулись в теплице инжирчики и потом я их пересадил только в открытый грунт то соответственно плоды они завязали намного раньше и на следующий год это конечно будет совсем другой срок созревания ну думаю сроки растянутся может быть на месяц позже может конечно и больше но тем не менее он должен вызревать так как все-таки он ранний так что друзья этот сорт я скажу что стоит выращивать и плюсов у него конечно довольно немало следующий инжир который я хочу вам показать это инжир белый зенуя этот инжир также у меня рос в катках и также я в этом году пересадил трехлетними кустами в открытый грунт об этом инжире я могу сказать что он очень классный и у него плюсы то что во первых у него небольшие плоды и так как небольшие плоды они очень хорошо набирают сахар созревает на раньше от брунцевика а это вообще большой плюс а еще один плюс у него то что у него плоды не падают они висят и начинают завяливаться и вот в этом году друзья поехал на море и потому его не обрывал и когда я приехал с морем и увидел эти завяленные плодики думал на вкус скорее всего так себе но когда я попробовала я просто был в шоке эти плоды были просто шикарные так что друзья если есть возможность немного подвялить плоды то делайте так они наберут больше сахара и эти плоды будут очень вкусные так что друзья по поводу сорта белый зенуя обязательно выращивайте так как те сорта которые ранние они всегда будут в приоритете в нашем климате ну и еще один друзья инжир который я вам хочу показать это инжир черный иски этот инжир также рос у меня в катках и также как и предыдущие в трехлетнем возрасте его высадил в открытый грунт и в этом году он также просыпался в теплице сначала потом пересажены был в открытый грунт то есть по сроках пробуждения он полностью так такой же как и предыдущие но только в этого инжира есть большой минус этот минус заключается в том что он намного позже плодоносит от других на 12 августа предыдущие инжиры были полностью вызревшие а этот вызрел полностью на 8 сентября то есть разница почти в месяц а так как он проснулся в теплице и раньше завязал то соответственно в этом году он вызрел а на следующий год скорее всего друзья так как его сроки перенесутся чуть ли не на месяц вперед созревание то скорее всего он не вызреет а если он не вызреть то зачем мне такой инжир так что друзья буду наблюдать конечно за этим инжиром и пока что он конечно пусть растет у него есть конечно плюс то что он довольно вкусный и есть у него небольшое различие от предыдущих такая маленькая нотка какая-то он довольно красивый черный внутри красный и конечно эти плюсы это хорошо но все будет зависеть от того будет ли он вызревать или не будет если не будет то скорее всего я сделаю дубль который пересажу в катку и будет расти где-то у меня в теплице а на эти два больших инжира черный иск я сделаю какие-то более ранние прививки инжира ну и вот такая вот друзья композиция у меня вышла это инжиры брунцевик белый из генуя и снизу еще добавил два плодика из катки харда чикаго это мой новый сорт но он очень перспективный так как он рано созревает и если мой черный иски не будет успевать вызревать в открытом грунте то скорее всего я сделал на него прививку именно харди чикаго ну и вот такая вот друзья красота из трех инжиров в разрезе это брунцевик харди чикаго и белый из генуя харди чикаго особенно мне нравится очень насыщенный красный цвет у него внутри и по вкусу он кстати тоже очень классный ну и вот так вот друзья выглядит черный иски в разрезе тоже очень красивый и тоже красный внутри так что друзья выращивайте инжир экспериментируйте подбирайте лучшие сорта для вашего климата берите те которые у вас хорошо вызревают набирают сахара всем удачи до скорых встреч новых видео всем пока